итак добрый день добрый день слава тебе господи слава слава тебе слава христу да сейчас у нас утро я посмотрел в ю тубе алексей выложил видео как бы сделал вывод от поездки и вот у меня сразу вопросы возникли я решил вам написать задать думаю многих людей тоже вопросы возникли хорошо только сразу скажу у нас все записывается выставляется в интернет вы не против мы не против так и еще постарайся так чтобы не сжимать потому что время было сокращено когда алексей викторович был здесь я ни один вопрос не успевал ответить и поэтому ну похоже что и он и не нуждался в полном ответе хотя бы да нет вот так ответить но я отвечу да нет это все скрыто почему я ответил так что здесь ничего не сокращайте мы можем сделать не одну беседу прямо по его я его уже не один раз слушаю и все больше выпи выписок делаю тогда да тогда но вот сейчас беседа максимум у меня есть времени полчаса потому что мне приезжает потолок делать рабочие и я вот уже те вопросы которые он сделал я подготовлю и выйду уже там завтра или когда-то это потому что это море да а сегодня просто по поводу вывода хотелось бы услышать в этом вы же посмотрели вывод который был конечно так вот он сидит в машине когда приехал и говорит да да вот и вопрос такой как вы думаете по какой причине вот он такой сделал вывод который сделал 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 но еще сказать расстались мы очень хорошо встретились очень хорошо вот а посредине это наше общение он ну сколько ну сказать так полдня там записывали и тут он у нас побыл где неполный день ну так даже больше можно сказать чуть больше полдня ну вот это оставило свой след как я даже вопрос задал у вас часто ли бывает так чтобы лететь три тысячи триста километров с целью взять одно интервью он же приехал недостопримечательности смотреть ничего этого нету нет значит из того что он в жизни было он только работал в медиапространстве всегда по-другому назови раньше на его какие там должности я посмотрел всю его биографию в интернете где как то он искренний это первое и он очень искренне это последнее и поэтому мы к нему даже именно так и подойти через него столько открылось люди это не понимают не понимают и он каждый раз мы на улице сколько раз были он опять ну там нас не смотрели в коридоре обнял поцеловались а теперь ему надо чтобы перед экраном мы еще перед прибором поцеловались это там когда интервью брали это такое комка на рваная и здесь точно так же я не знаю сколько раз когда были мы на этой площадке где когда-то кладбище было а теперь там прогулочная площадка нагорная но распять наверное у меня обнимал и целовал это говорит о том что внутри у него было что то что едва едва проворачивали его жернова и он не знал что сделать а у меня это не один раз вот глава вузов который в барнауле это ректор алтайского государственного технического университета евстегнеев владимир васильевич где бы он ни был студенты или у него заседание идет профессорский состав одни академики он станет вот так раз вы знаете кто пришел я преклоняюсь перед этим человеком а вот так меня зажмет и целует стоит да не достоин я скажу ну кто я такой вот другим начинает мэр города мэр входящий в десятку лучших мэров россии то та же самая ситуация ни на кого не смотрит на улице вот так же обхватит и вы в аналог войдете аналог города там это да разное такое на говорит да я не достоин владимир николаевич нет а почему но я как-то один раз рассказал тут приехал начальник один для нас он начальник я говорю вот вы приехали начальника я начале да какой начальник районного масштаба нас таких тысяч а вы один на всю россию ягод откуда вы это узнали а ягод живу внимательно смотрю так что я себе ничего не предаю я знаю выражение она затоуса слава имеет такое свойство если за ней гонятся чтобы меня похвалили она убегает от него а если ты от него творчество убегаешь она тебе все равно догонит и поцелует вот это в самом начале хочу подчеркнуть чтобы от обязательно ему скинуть завтра этот материал будет стоять он оставил во мне то что зашел выше первее всех президентов за которых я молюсь и первее патриарха вышел почему то есть в молитве поставил на первое место душа моя подсказала в каком состоянии его душа она нуждается она кровоточит она стонет и вокруг него вот этот который создается его медиа население они ничего не знают и через него господь показал истинность того что антихрист рядом воцарение его он полностью скопировал то что написано великом инквизиторе у достоевска федора михайловича когда он говорит ты спасаешь только гордых это в прелести которые там тысячи а мы миллионы спасаем надо человеку быть снисходительным экономию проявить это все в нем просто передавило его и он пришел и там отмыться не может какие-то запахи не а почему потому что мы для них запах живетели на жизнь а других запах смертоносный на смерть и он это ощутил вот что самое запомнилось но в беседе я не знаю посчитать на улице там в комнате еще можно кое-что без записи мы там прогуливались когда на площадке это примерно я ему привел ну думаю 78 из библии в разговоре он никакого внимания для него она не существует совершенно нету я привожу каноны а эти вообще это мусор для него теперь привожу жития святых а то что он слышал где чего так это я беру и житей святых я не над ней в этом не напрягаюсь это моя жизнь во сколько встать как одеться что поесть и это нужно иметь в виду виду но вот мне господь открыл это вы увидеть его кровотощащую душу когда он сам там каялся когда показывал седьмая заповедь и там подробно разбирается слова блуд и что когда он даже сморчит и тут виновен опять и тут виновен и тут я виновен то есть если указываются разные виды и проще виной ну не виновен что с матерью и нажил там сострой вот это очень важно он искренней и вот то что когда он там покаяние давал после беседы пришел уголовина отца владимира был это говорит что на это ни один журналист не пойдет это говорит о душе которая где-то через десять дебри слышит эхо но не поймет откуда это а это прорывается голос божий через совесть совесть затоптанную заплеванную вонючую совесть не о нем говорю вообще в человеке а он понимает что-то необыкновенное в этом голосе голос сразу на все октавы дается как так может быть и вот он начинает великий старик то другое я не старик это самый в первую очередь я еще не дожил до этого возраста я говорю не о физическом возрасте я застрял на 30 летнем возрасте потому что все время с молодежью вот так чтобы вы поняли когда будете говорить за эти рамки я не выйду мы обнялись поцеловались и с этим простились и там я ему подарил книгу и взять подарил седьмую там первую здесь седьмую трехтомник крестному православию для слова божия нет уз и из открытым оком 15 том где 72 человека о себе рассказывает как обратились в наше общение к богу через университет через мои радиопрограммы и 26 тут его поразило что студентам я отвечал на каждый вопрос из 300 поэтов за 300 лет по этой тематике что говорили ну понимаете что такое это все время должен 20 тысяч файлов ворочить и он понимает это вот это его богема неюста вот здесь она кверх ногами опрокинулась только дрыгала ногами хотя он уже и оттуда то не ушел и сюда не пристал он сейчас как раз вот в этом положении пожалуйста ну да ну и потом грех ведь он не только просто грех он же портит восприятие любое то есть если человек в принципе от греха то не отстал у него и восприятие искажается этим грехом и допустим вот в этом вы живете в этом с детства там не соврали с детства это все повлияло на вас и вот эта детская простота она же недоступна для людей которых уже дьявол много раз крутил смешал все усложнил вот даже по восприятию заповедей божих не получается то есть как воспринимает как вы воспринимаете эти заповеди как воспринимает их люди которые уже просто искупавшись в грехах там в этих лукавцев это они по-разному воспринимаются допустим если вы просто воспринимаете не убить вот просто и мысли у вас не возникает что чтоб тип ну что как-то можно сказать но то по лукавству которые дьявол наводит на людей которым люди живут они видят но в этих заповеди говорят но вот так то и понятное дело почему алексей как бы он вы ему простоту даете просто воспринимать вот просто сделай и все просто положить на бога и пошел как вот он сказал как по заповеди а там все сложно делал все усложнил все закрутил и вот эта простота она еле-еле пробиваю и она очень сложно то есть как бы крест этот как бы он кажется очень сложным но только кажется конечно тяжелым таким и он запугивает и все-таки алексей ведь он мне кажется не до конца понимает что такое личность что что такое брань против плоти и крови нет не против плоти и крови а он больше говорит о броне именно против плоти и крови они против духов поднебесных которые являются личностями которые реально влияют И вот это все сейчас видно, как оно, вот эти духи, они начинают вставать, восставать на это все дело. Ну да, вот видно, что вы прониклись в любовь к нему. И в принципе не только вы, и многие, и мы молились очень сильно, и до сих пор тоже молимся, и не безразличен для нас. Хотя он приехал явно, у него была, наверное, цель тоже и вам как-то помочь, вас там раскрутить как-то и прочее. А здесь он столкнулся, что вы, от него вам это и вообще, нам это и не надо, а надо, чтобы его душа спаслась. И этого он был не готов, вот к таким вещам. Но я свое видение рассказал. Ну да, дело-то в том, что он полностью глухой к Божьему голосу. А тут начало где-то у него как эхо отдаваться. Он не слышит, как Каспин говорит, который затыкает уши свои, Писание так называет. Это относится и к другим. Но это мое личное мнение, он опять, это мое личное мнение. То есть он не может никак сориентироваться, а как, если такое личность, и как понимает, вот именно там замкнутость. Но это вот такое православие. Я все это сейчас еще раз, второй день, второй раз сегодня уже слушаю и записываю все, конспектирую. И вижу, что тут намного глубже было. Мы этого всего не понимали. Вот он пишет прямо здесь. Никогда в жизни у меня не было такого желания материться, блудить, сквернословить, как после возвращения из Барнавула. То есть здесь горящий факел любви. Был в это змеиное болото, которое в душе, в грехе, в нарушении всего, что только можно нарушить, как он о себе все это и сказал. И вдруг там какая-то искорка блеснула к жизни. А сатана сразу, потому что он принял, человек жил в этом, и он не скрывает. Не то, что ненормальная остановка, а преступно ненормальная в жизни человека обстановка, в душе, в отношениях, когда он без Бога. Не о нем только говорю, это вообще. И он опять с глаза закатит, сидит в машине. А вот это, нет, это не тот, это старик, это вот. И опять его разворачивают. Он даже не видит, что тут у него в машине идет борьба. О которой, сказал Достоевский, дьявол борется с Богом. О поле битвы сердца людей. В его сердце идет борьба. И может быть, он сильно истомился, был здесь. Вот там были на площадке, так он, маленько поедя, закурил одну папиросу, другую, уже не таится ничего. Видно, он изнутри просто сгорает. И подойти к нему в этот момент, он просит помолиться. Но только не креститься. Я говорю, ну как же. Он перекрестился. И понятие какое. Товарища призвал квадрокопер этот, который подлетает, такая маленькая, как игрушка. Мы будем молиться, а товарища призвал, а это тысячу долларов стоит штука. И чтобы она поднималась, а рядом храм, чтобы наша молитву подняла к небу. Это вообще. Это вообразить даже нельзя. Это немножко даже и круче, чем на Уральских горах. По Павлу Баженову образовали секту хозяйка Медной горы и один там какой-то кандидат наук. И вот когда говорит просто, а где просто, там говорит ангела соста. Это что означает? Один человек, которого я знаю хорошо, он верующий. Но во время разговора коснулось так, что я коснулся грамоты их и говорю. Называя себя мудрыми, обезумели. Это Писание говорит так. А он это отпарировал так. Вы, может, завидуете нашему образованию? В семинарии Академии не кончится. Я чуть не упал. Я завидовал. Я давным-давно епископом был. Сколько меня ловили и митрополиты, все рукоположить. Я уж про священника не говорю, вырваться не могу от них. Я говорю, вот это мое преимущество перед вами. Потому что семинарии вам, Академии, нужны только для того, чтобы уметь оправдать любое безумие, которое творится в мире и в церкви. Любое безобразие. Вы все под экономию подведете. И экономия. Слово о кривии придумали, это строгость. Я, значит, с о кривии, а не с экономией. И все дозволенности. И вот он здесь, проникнутый вот этим сегодняшним лжеправославием, он был у священника, по ней главный виновник этого разврата церковного. А разврат, это что означает? Это измена. И поэтому, которые люди живут по-мирски, это преступники. Якова, 4 глава, 4 стих. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Восвязательный знак. Не знаете ли, что дружба с миром, есть вражда против Бога. А он эту дружбу с миром все время рекламирует везде. Это его, он и не скрывает. Мне нужно, чтобы больше была посещаемость. До этого говорил, раскрутить как-то надо. И он уловил, что с верующими, у которых где-то нападение на них, он не просто их священников берет-то. А среди тех, на которых как миряне нападают-то, ну, вместе взять священников, которые страдают от нападок, у них сотой доли нет, сколько на меня нападает. И он это уловил. И хотя его там свои, которые там, ну, хвалильщики-то говорили, не езди, не езди, это там такой-то плохой-то, там сумасшедший, бесноватый. Он прилетел. Да зачтется ему это в вечности. Через это еще раз подтвердилось пришествие Антихриста где-то рядом. Там церковь полностью идет на поводу мирских людей. Это он руководит, он заказывает, как надо вести себя. У него много людей, он выступает, а эти, которые рядом-то, им Библия вообще не нужна. Канона церковная, это богопротивное просто им, слышать противно. Но уж святые, тут 1170 биографий святых, они все осуждают такую жизнь, как люди живут. Дружба с миром. Кто дружит с миром, в том нет любви в очах. А они любовь, говорят, сатана скрывает. И когда крещал сатана, это люди крещали, сойди из креста, поверуем, уверуем. И Анзатауз говорит о том, что это не люди крещали, именно сатана через человеческие глотки. И он здесь тоже. У нас был он за голову сидит в занятии, он вот так ничего не вмещается. Это не могу, я говорю, счет голова, бурдюк какой. У верующего океан. Самое главное, это блуд съедает мозги. Но он о себе рассказывает, и я тут ничего не добавляю, это его жизнь. Да избавит его Господь. У него кошмары от этих женщин. У него все ими заполнено. А тут где-то видно, чтобы верующий, вот так вот прямо говорит, видно, что оно распирает его. Борода какая-то, поясок это, лопатка пошел, когда он не знает, что. О поясе стоило два раза в Библии сказано. И распоясавшийся только один раз. Но он беспрекословно дал я ему веревочку, он подпоясался, он нигде ничего не нарушил. Он вел себя очень прилично, интеллигентно. Но я хотел везде его провести, чтобы он все заснял, увидел. И потом еще раз пересмотрел. Обиду он никакой не делает, что его там где-то не допустили. Ну, во время, когда оглашение за дети, он за дверями был. Ему нельзя. Я говорю, самая большая ошибка за последние полгода, то, что вы причастились. Вас огромный шаг к смерти. Поэтому болезнь вас будет преследовать, вас и семейных ваших. Если только вы им эту заразу передадите. Я им это все сказал. Потому многие больные, немало умирает. А он тут прямо сказал, я не православный, я только приближаюсь. А уже слова воцерковления, он уже ими пропитался. Я говорю, самое поганое слово, которое придумал сатана. Рождение свыше и водительство Духом Святым. Все на этом. Какое бы место Писания я ни приводил, он его не слышит. Я повторяю второй раз. Ну, вы уже сказали. Что сказал? У него такие глаза, испуганно отрешенные. Меня Господь сохранил от этих академий, от всего. Я 10 университетов, как я выражаюсь, за 56 лет окончил унок Христа. У меня не было дня, чтобы я не учился. Они видят, какая у меня информация там в разных частях и по любым вопросам. А это Бог дает. Бог. Я ему рассказываю любви к Библии. Он никак не реагирует. Такие туманные глаза делаются, как будто бы только-только проснулся. Я ничего не могу сделать. Я стою рядом, смотрю и пытаюсь еще раз сказать. Там у памятника репрессированным были за столом, когда кто говорил. А вокруг него вот эта вот шуга, как во время половодия, когда река тищет, там все, мусор. И он, я говорю, что же вы не убираете? Это когда они там... А почему? Да у тебя-то специально зачем же оставлено в системе заблокировать, удалить? Отдельные графы даются. Ты же хозяин. А ты попустил руки. Вот так попы и делают. Они никого нельзя изгонять. Мы всех любим, никого не осуждаем. То есть они опустили планку до самой нижней лужи. Ничего не надо. Он говорит, вот там нельзя требовать другие, чтобы там такие, как вы, 200 килограмм поднимаете, 9 метров прыгнули. Павел говорит, бегите, чтобы получить. Многие бегут, но один получает награду. Я объясню так, как на неверное, но как на верное. И показывает, как бьется он. И так, проповедуй другим, смотри, чтобы не оказаться недостойным. А это он ничего, не то, что не слышит, он не принимает. Там у него шиберы стоят трехслойные. Это задвижки, которые тепло сохраняют. И слово тепло нужно говорить так. Там Блюм сказал или отец сказал, Ткачев Андрей. Ну, сказал, сказал-то про что? У дикарей, когда сказал правильно. Так ты дикарь? Как я тебе должен говорить? Твой язык? Я на твоем языке говорю. То есть взял то, а теперь он не знает, куда эту деталь приложить. В каком месте. Но они сказали, сказали. А как выступает кто-то там? Ну, есть такой Георгий Максимов. Это вообще, я его не хотел даже называть. Если связаны как-то эти люди с миссионерским отделом, народ вообще развращен. А которые в церкви лицемерят, это еще более развращенное. А в середине и в центре всего, эпицентром, это миссионерские отделы. У них работа, кого укусить, кого лягнуть, кого воткнуть. И они, если едва с Владимиром закончили, сразу бросились на Андрея. Отсюда, слышу, они теперь готовят почву, на меня кинуться. Все разослали на Вапашину и криком кричат. Ну, почему на Вапашин не отвечает ничего про Игнатия там? На Игнатия там тысячу раз больше. Представь себе, 14 850 роликов. Это вообще в интернете нет. Свои, где я участвую. Этого нет. И что? Да как книг-то сколько? 38 томов только в бумажном варианте, да еще 7 томов по 800 страниц. И меня голыми руками можно брать-то. И они все исследуют, читают, страницы указывают. Дальше не идет. И говорит, этому Новопашину, почему не отвечаете? Они отвечают некогда. А мне говорят, они не самоубийцы. Они знают, что если потребуют отчета, то значит будет столб стоять до самого неба. Чем больше клеветы, Златоуст говорит, подсохнет эта гнилая солома и вспыхнет до неба. Дворкин-то почему не... Ему книги все дали. И он молчит. Молчит? А почему молчит? Я скажу, у Дворкина хорошая борода. Похвалу ему. Пускай он не трогает. Богатство, конечно, мы не приемлем. Ну а дальше-то что? Дальше я ничего не могу сказать, кроме того, что они подыскиваются. Они ничего не создали. И люди, которые вокруг него, они ничего не могут показать. Только вот надо так, чтобы душа обратилась. Душа обратилась, ты знаешь, рецепт. Покажи, где обращенная. Где? Я им говорю, вот посмотрите, журнал Московской патриархии «Покров» для семинаристов Алтайской митрополии. По благосостоянию митрополита. И там статья Павла Бачкова, доктора богословия, Норильский, там юридический какой-то он, по юридическому что-то. И он говорит, у Лапкина есть там неприятности. К нему по-разному относятся. Но куда вы денете тысячи людей, тысячи, которые пришли через него, и все до одного в Московскую патриархию. Чего же вы это-то молчите-то? Это вообще непонятно. Что сколько труда было, я все отдаю другим. И у себя правила, к себе никого нельзя звать. Да как вы тогда выживете? Зачем выживать? Надо жить полнокровно. Вот что я от счастья только сказать, что из этого можно увидеть, и как они могли бы это понять. Я не знаю, что с ним дальше будет. Но в молитве моей он вышел на самое первое место. Потому что сейчас у него самый переходный будет период. Мы предупредим всех, чтобы о нем молились, чтобы он не сотворил какую-нибудь глупость. Сатана за его душу крепко борется. Жизнь прошла не то, что не по-христиански, а никак, даже по мирским меркам. Не знаю я точно или нет, что у него это не первая жена. И живет ли с этой и прочее. А все это налагает отпечаток. Это переживание. Как ни хорохорься, а там кусок жизни остается. Эти люди, которые в этом пространстве работают. Евгений Тушенко, последняя была четвертая. Ну вот этот был Табаков Олег, это тоже. Они все одинаковые ведут. Все или там внебрачные дети, как у нас тут Золотухин, Валерий Сергеевич, умер. И те, которые связаны с этим. У них это норма. Одна, которая с ним потом была, она говорит. Мне, говорит, сидят двое, разговаривают артисты. Первый раз увидели, пришла. Они сразу меня назвали на букву Б, а у кого она в прислугах. Это жизнь. И в этой среде сохраниться никак нельзя. Практически. Почему артистку нельзя брать замуж, даже если она девственница, ставить священника человека. А его эта вся жизнь в этом... Чего ж тут сравнивать-то? И я никак его не сужу. Он настолько вошел в меня, что за эту искренность, которая у него есть. И как он показывает, ну артист-артист, но это я вижу, это боль. Внутренняя. И вот эти, которые там хвалят, Алексей, молодец, ты этого весноватого там задвинул. Его это ни грамма не трогает. Это им не нужно. Он ищет как? Теплое же, тепло. А как раз осуждается, был бы холоден или горяч. А как тепло, я извергну. Тепло это блевотина, говорит Златоуз. Блевотина. Изо рта вывалится, которая. Извергну из уст моих. И помочь? Я ему помог. То есть я фактически в книгах с ним. Книги, которых нет в мировой практике. Вообще не существует таких книг. Я ему показал, вот от книги к истинному православию 40 лет. За каждую фразу, которую мне надо, это тома. Книг религиозной из патрологии мини. Ну и след в нем, конечно, большой. Книги он не выбросит. Не выбросит. И у меня желание сейчас как-то маленько утихнет. Пригласить его на лето. Насколько достоверно, не знаю. Но пишут. И Сергею сказал, что у него там сын больной шизофренией. От какой жены? Не знаю. Я хочу пригласить его в Потеряевку. В этой среде ежедневно молиться. Это могла бы быть помощь. Не то, что там в монастыре помазали. Тут тоже есть чем мазать. И если будете ему писать, у меня нет прямого выхода на него. Скажите, что он со мною рядом. Я о нем молюсь на первое место. Скажите, на первое место. Раньше президентов и раньше патриарха и пап римских поставил. Почему? У меня настрой такой успеть, успеть, пока его дьявол не задушил. Потому что у него раз столько, и теперь он против всех пойдет, если он обратится-то. А этого не простят человеку никогда. Они увлеклись, мы ждем новое. Жертвует, и все время у него телефон. Пожертвуйте. И все это связывает. Вот так вот. Мы на тебя жертвовали. И то некоторые начали. Мы просчитались тебе. Лапкина хвалишь там. И отец Владимир такой же, и Андрей Кураев такой же хвалят его. Мне не нужны ваши похвалы. Андрей Кураев прямо сказал. К Игнатию было бы отношение совсем другое, если бы он не трогал священство. Я не могу не трогать. Я вижу, они гибнут. Два слепца идут в яму. А если я ничего не скажу, Езекииля 3,18. Кровь с тебя взыщу, говорит Господь. Вот это пока возьмите и ему передайте. Что с 10 июня, пусть он мне позвонит, я его приму. Только долетит, скажи, бесплатно тебе все будет здесь. Ежедневно, не во время поста, конечно. Ты все это увидишь. Там, если можешь купить мед в соседней деревне, и отдельно я тебе выделю место, где жить совершенно отдельно с семьей. Вот это передать ему. Скажи, шанс такой тебе не был представлен никогда и не будет больше. Потому что такого места больше нет нигде. Да, это я передам ему. Это с сыном, да, вместе? Да, с сыном и с женой, если она у него есть там. Конечно, не из прошлой жены, с которой живет. Да. Да, вот так. Ну вот вы же сказали, что через... Ну, точнее, не вы сказали, а вот говорят у вас, что через вас тысячи человек пришли в церковь. Они нашли, как объяснять это? Они говорят, это не человек, это Бог? То есть это... Это говорит доктор, доктор богословия, Павел Бачков, священник, норильский. И он написал это в статье, которая здесь выпускается, вместо метрополии вся статья напечатанная. И когда сошел, вот я сижу, вот прям здесь. Я сижу так, а вот здесь метрополит стоит местный. И я ему это все показал. Он так, ну, хорошо сказано. Я говорю, конечно, хорошо. Об этом даже думать нельзя было, когда вас не было здесь. Он изменил температуру, этот метрополит, он как отец родной. А какую он мне дал характеристику в русскую народную линию, считали? Конечно, она сейчас очень помогает этой характеристикой. Да, а эти, которые там возле него говорят, я называю бегать вокруг чужой колокольни, подвизгивать и мочиться, больше ничего они не могут. У них нет ничего? Нету. А теперь, вчера я ему сказал, значит, Алексей Викторович, мы друг от друга ничего не скрываем. Все, что вы будете выставлять вот здесь, вы шли со мною, вы снимали, а я давал, я это у вас сразу возьму себе. Да нет, разговоров нет. Я говорю, вы любой мой ролик можете перетаскивать к себе. Так что ничего воровано нет. Почему? Да потому что он камеру только держал, а говорил я. Я правообладатель фактически-то. Если кто-то против будет говорить, им можно сразу подсказать. Одно договорились, а другое, главное действующее лицо, обладатель, а не тот, кто аппаратуру держал. Я его, я лично его не звал сюда, но благодарен Богу вам и тем, кто содействовал этому. Мы ждали и молились. Он упрекнуть не может, что я его заманул, но он же не ребенок. Нет, нет, он, да. Все это понятно. Но, как вы думаете, что будет дальше-то вообще в итоге? Я не думаю совсем об этом. Это мне не принадлежит. Это не моя функция. Будущее в руке Божией. Никто не знает, что будет и что родит в следующий день. Это экресиаста на 29.1. Это определенно. Это в прищах Соломона считаем, не экресиаста. И выход один только. Довериться Богу. Я к нему нигде, ни разу не набивался. Этого нет. Ему выход свободный. Скажите, если что-то не так, охота побеседовать, мои двери открыты. Вот здесь, в скайпе. Он оставил о себе впечатление такое, о котором я говорю. Неверующий человек искренний. И он приближается, приближается с черного хода. А там ничего нет. Там подвал и яма. Откуда он думает заходить? Заходить надо вратами. А врата, говорит, ну, вор и разбойник перелазит в Индии, а пастырь сходит дверьми, 10 глава Евангелия Теана. А дверь называется Писание. А Писание, у него дверь закрыта, намертво. Никакой роли для него никакой не играет. Я ему о смерти сказал. Да что вы о смерти? Я говорю, Стирахов говорит об этом. Помни день последний, и вовек не согрешишь. И Златоуст говорит, самое лучшее время, где ты будешь видеть, как человека на казнь выводят. Смерть, чтобы тебя перед глазами. Вот она. Мы каждой вечерней молитве молимся. Вот мне гроб предлежит. Вот мне смерть предстоит. Суда твоего боюсь. А живу я как свинья в колу. То есть смерть, это реальность. Стань спящий, воскресни из мертвых. Два-пять киписянам. Вдруг наш Лазарь уснул. А люди думают, уснул, это со смертью. И поэтому, спи, дорогой брат, на могилах. Почему пишут? Спи, дорогой брат. Так что, о смерти необходимо говорить. Как этот, я все напоминаю, Валан с Берлиозом сидят на патриарших прудах. И он говорит, да, смерть, да, это никуда не держит. Он говорит, не в этом дело. Дело в том, что она внезапна. Внезапна. И ты не думаешь, сегодня, где будете вещи проводить, а я буду председателем, там-то не будешь ты, твоя голова будет на рельсах лежать. Аннушка уже масло пролила. Вот они сидят и говорят, это Басилашвили играет, Валанда. Просто как живой сатана сидит. Да. Да. Вот здесь он побыл. И у него не было таких. Это не командировка. Он сам. Ему помогают. И вот он говорит, я пренебрегаю людей, потому что у меня нет хорошей аппаратуры. И он говорит, если бы были деньги, купили они никогда. Были бы деньги, много денег, ну, скажем, сто миллионов долларов. Первое, что я сделал бы, купил бы Игорю Барабашу самый новейший комбайн. Мне зачем это? Видно, что где голова, где руки. Ну, достаточно этого. У меня нет денег. У меня что есть, все подаренное. Ничего нет. Вот эти вот часики, не часики, это телефон, подарок. Вот этот карандашик, подарок от кого-то. У меня нет ничего, нуль. И он показывает, успех будет нуль. Нет. Успех не нуль. Потому что, что я отвергся себя, а Господь занял это все. Дай ему место, отвергнись себя, возьми крест. А я говорю, зачем вы эту, то Бефистофилеву карикатуру наводите на себя. Не трожь бритвой, выкинь ее. Ему, конечно, не нравилось. Нога за ногу подсказали. Он не знает, что это все в житиях написано. Я ему привожу, он не слышит. Не слышит. Ему тяжело было так, что он прямо за голову взялся, наклонил голову, так сидел. Я не воспринимаю ничего на занятии. Любая бабка воспринимает. Почему? Места там нету, все занято другим. Видениями этого мира. Я не знаю, насколько на него действуют вот эти рядом люди, но это им надо потрафить, чтобы они поняли, что я свой. И они такие, о рай, о баде, речи никакой нету, о теплоте. Я в церковь пришел за утешением. В церковь пришел за утешением. Да утешение в том, чтобы отвергнуть от себя. Павел говорит, смиряю, порабощаю тело мое, дабы проповеду другим, самому мне оказаться незастойным. А как ты его смиряешь? Когда ты его распустил, дальше нет, пост не соблюдаешь. Курить куришь. Все, что думаешь, делать, куда хочешь, смотришь, что хочешь, говоришь, смиряю и порабощаю тело мое, свое займись. Вот тогда ты увидишь, какая планка и куда прыгать. И описание... Да. Да. И тем более, вот по лестнице даже, там ведь покаяние идет только на четвертой ступени, а перед этим идет отречение от мира. То есть это только первая ступень идет отречение от мира, а четвертое покаяние, то есть если отречение от мира-то нету, то покаяние, оно даже не пахнет покаянием, ее даже никак нету. А четвертой ступенью не надо называть, а отвергнись с себя, вот в этом уже начинается покаяние. Это первое. Второе, возьми крест, добровольное страдание, мучение, и третье уже прямо по заповеди следует за Христом, четвертой вообще нету. Это по Евангелию, да? Да. А есть еще лестница, которую по святым отцам, помните, на 20 ступенях. Это не надо туда, иначе вас никто не поймет. Щетка на три Господь делит. Что нам делать, мужи и братья? 2.38 Деяния. Покайтесь. Второе, и да крестится каждый из вас своими Иисусом Христом, для прощения грехов, покаяния на первой ступени. И третье, и получите дар Святого Духа. Дверь открылась, жертву принесена, врагу Бог не посылает дары, а я пойду и явлюсь в плоть. То есть наш начаток, из земли сначала тело было, начаток в начале, потом вторичный Дух. И Иисус вознес наш начаток на небо, Златоуст говорит. Он теперь примиренный. Вот отец раны, которые претерпел за каждого. И если вот из-за того, что вкусили Адам и Ева, люди умерли, уже не больше ста миллиардов, как подсчитывают, за семь с половиной тысяч лет, то жертвы Христа достаточно, чтобы тысячи или миллионы этих земных шаров искупить. А Павел говорит к евреям, вот смысл в этом. И поэтому он ехал и не знал, стоп-си-на-что. Он не ознакомился ни с трудами, ни подготовленный. И у меня тут письма сейчас вот идут, и как же так? Такую дали летел вообще неподготовленный. Он думал, как везде, о, такой журналюга, там журналист. А тут, оказывается, ни во что это ставят. Я выставил сейчас, у меня приехал тут режиссер, очень такой известный, Геворкян Арсен. Ну, я выставлю сейчас четыре его ролика, которые у нас уже здесь. И как-то ехали дорогой, и он слышал, что я говорю, а мы ездили на благовестие, и он ходил с нами. А как вы считаете, я умный или нет? Дорога меня спрашивает. Я говорю, более дурного даже не встречал. Первый раз вижу такого глупого. Он не стал больше разговаривать. Схватил телефон и сразу звонит. Алло! Санкт-Петербург, да. Вот я дорвался докуда-то. Более дурного нет, чем я. Я никогда так о себе не думал. Все, пока. Дальше буду узнавать, кто я. Как ты можешь быть умным, когда ты Бога не знаешь и за Ним не идешь? Ему места в сердце не даешь. Называя, говорит, себя умными, а безумели. А тут он нашел. Он на каком-то уровне понимал. Это все. Это громадина. Это то другое. Но он не понял, в чем дело. Если громадина, в том, что я свою громаду грехов предал забвению. Что меня Господь избрал, они никак не могут понять. Я привожу все места. Павел говорит, избранным, избранным. 168 раз скажется. А у них страшное слово. Грешник, супергрешник. А если ты не избранный? А написано, и те дни мужчин сохранятся ради избранных. Так ради кого? Ради блудников? Ради сквернословов? И главное, хотелось материться. Хотелось блудить. Почему? Эти дни, у него все источники вот этого греха, которые у него втекали, они были запечатаны на этот день. И теперь он, когда вышел туда, дьявол кричит, наверстать надо. Он не понимает, что сказал. Откровение. Я не знал, что так яро сатана будет воевать. Что он, почему ему хотелось блудить? То есть он хотел блудить, ему тут не давали, и тогда он оголодал, и туда кинулся, и теперь блудить и блудить. Дальше. Здесь ему нельзя было материться. Он удерживал никак. А матерки, любой матерок, это скверно, богохульно, смертельный приговор. Злосовище отца и мать смерти умрет. И он терпел, мучился, а теперь хотел сквернословить и материться, сквернословить даже больше, чем материться. Это объемное все скверно на человека сказать. Я такого человека еще не слышал. То есть там легион. Легион злобных духов. Духи там блуда, злобы, ненависти, себелюбия, вот этой прелести, которой они все говорят. Я не люблю это слово, но оно там просто выворачивало. Это я его в вину не ставлю, нет, но это из его слова по-другому нельзя. А почему ты решил, дух, никогда не хотелось так блудить? Значит, жен разных имел, блудниц, и не хотелось. То есть тут тебе перекрутили, узел завязали. Или почему? Или духа блуда отогнали, а он теперь тебе скребется. Он должен объяснить, почему никогда в жизни, а ему лет 50-то уже есть, наверное? Да, наверное, да. и за полвека тебе никогда никаких претензий сатана не предъявлял. То есть нормально, ты для здоровья человеку необходимо сблудить, пойти, вернуться, накушать, лечь. А здесь никогда. И мыться ему надо было. Почему? Сатана все перевернул. От общения с безбожниками с этим мыться надо. Мы оскверняемся, прикасаясь к ним. А он, сатана, наоборот, теперь все делает. Пришел к своим, и свои не приняли. Христос пришел к своим. Я показываю на Христа, он даже вообще не слышит и не видит. Вот такой отрешенности, то есть замкнутости, вот это ограждение от святости, я сейчас не могу припомнить. Это даже среди преступников, кажется, мне не встречалось в тюрьмах нигде. А почему? Потому что там тебя суд довел, они хоть где-то какое-то покаяние приносили. А здесь никогда никакого. Я на свободе. Повторяю, если удобно, сказать это о ком-то другом. У нас хорошее отношение. Мы расстались благополучно. Сейчас, секундочку, извините. Алло? А, ты уже на втореньке, да? Все, я буду через 10 минут. Все. Ага. Я Богу благодарен, что он приехал. Для меня столько много открылось, что значит отрешенность от Бога. И вот, как он знает со священниками к одному другому, потому что на этом самая быстрая раскрутка идет. А у меня больше теперь. Это в один момент все рухнуло, эта пирамида кончилась. Да, он знает, как больше сделать. Из этого идет зарплата, телефон, присылайте. Это известно. А другой там, Симон этот, Хорольский, ходит, поет каждый раз и все время присылайте, присылайте. Может, видели такого поет? Хорольский. Симон Хорольский. Какой-то там еретик. Он ходит то по дороге, то на коне и все песнопение поет. То женщина берет там на берегу моря, рояль туда притащит. Каждая песня у него превращается в особый шедевр, как говорят. И там тоже такие поклонники. Ой, да давай новое, мы тебе деньги пришлем. Миллионы отчисляют. Вот этот шпиль-то сгорел. Сейчас пишут, больше миллиарда евро уже пожертвовали. А он никому этот шпиль-то не нужен. Нотр-Дама. Так что я благодарю, что пришли ко мне в гости, желанному гостю. Дверь открыта. Ему сказать, вам не отказано. На него выйдите насчет летнего и скажите. Вы оставили себе такое впечатление, такое отношение к себе, что все остальные, о ком я молюсь каждый день, остались позади. Все, я это передам. И днем и ночью. Вы у меня на первом месте стоите теперь. А вы это почувствуете. Игнать Иванович, тогда, знаете, я подготовлю вот эти вопросы, которые он вам задавал, которые вы не смогли ответить на них. И еще несколько вопросов. Ну вот по поводу, сейчас у меня они сформируются, сейчас слишком быстро, потому что время прошло. Почему он не смог ответить, чтобы не поняли как. То есть он перескакивал на другой вопрос и довел другим вопросом. Я начинаю отвечать, он третий. Он делал то, что у него запрограммировано, было запрограммировано, а тут все начало кащаться. Все, и потом я на вас выйду, и мы составим ролик. Да, вы немножко напишите внизу, чтобы я успел подойти. С Богом. Так не забудь за книгами, за книгами съездить, не забудьте. Большое спаси Христос. Аллилуйя. Господи, помилуй Алексея и семейство его. Богу слава.